здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео после небольшого перерыва мы возвращаемся ну а если вы скучали то не забудьте поставить лайк и конечно же ваши вопросы которые появляются оставляйте обязательно в комментариях а сегодня мы обсудим то как закрылась прошлой неделе мы вновь видели ралли по фондовым индексом на после небольшой коррекции а также мы обсудим начало сезон отчетов ну и конечно запустим обсудим первое испытание которые прошли уже с людьми на борту компания virgin galactic ричард брендсон слетал в космос итак начнем мы как раз с того что поговорим в целом как прошла прошлая торговая неделя и обсудим ключевые моменты ну вообще важно опять же у нас продолжается текущая ситуация когда все коррекции которые появляются на рынке крайне быстро откупают именно несмотря на крайне высокую перекупленность на фондовых индексах движение все также продолжается поэтому мы на прошлой неделе видели коррекцию по s&p 500 и по долл джонс мы чуть позже посмотрим также обязательно на графиках но пока тот же самый индекс страха который мы говорили ранее находится на минимальных годовых значениях поэтому пока технически мы видим что тренд продолжается но именно те опасения которые на рынке появляются пока они не выражаются в те нисходящее движение которых мы говорили а на этой неделе стартует ну он уже стартовал но уже полноценно компании начнет отчитываться на этой неделе на новый сезон отчетов а именно как раз здесь из ключевых моментов важно сказать то что на текущем это ожидается прирост порядка 65 процентов по сравнению с прошлым годом но она и понятно а третий квартал тоже был не самый ну второй квартал был не самый лучший для фондового рынка 2020 году ну и собственно здесь также ожидается прирост также по ключевым сектором да то есть финансовый сектор ожидается рост прибыли на меня примерно сто пятнадцать процентов также до стрел с 330 процентов именно потребительских товаров сто пятьдесят два процента собственно опять же этот квартал да скорее все тоже будет позитивным тоже будет рекордом но фактически таким же рекордом как это было в 2009 году после того кризиса который меня собственно произошел поэтому пока никаких таких серьезных предпосылок ну кроме того что будет говорить дальше уже фрс о смягчение как раз о сворачивании выкупа да то что сейчас тоже обсуждается то что говорил паул и вполне возможно также на рынок появляется но пока тренд не меняется мы продолжаем расти и также компания решита брэнсона на вроде галактик на выходных совершили первый полет уже с пассажирами на борту полет прошел успешно собственно в этой гонке брэнсона обогнал джеффа бэзоса что собственно говорит о том что уже подобные туристические вылеты они уже реальны и они уже вот начались но собственно ждем открытия рынка именно скорее всего акции компании биржных галактик будут эту новость открыть отыгрывать также позитивно а ну и с точки зрения сезона отчетов на этой неделе как раз а будут опубликованы данные по компании пепсика будет также опубликованная часть компаний которые финансового сектора также дельта airlines united health то есть потихоньку начинается сезон отчетов а безусловно дальше уже следующих выпусках мы будем это обсуждать уже более подробно да и ход сезона отчетов именно как отчитываются компании а ну а теперь давайте посмотрим что у нас происходит на рынках и а начнем и как сейчас экономического календаря а в целом понедельник-вторый довольно таки спокойные важных событий в этот день в эти дни не выходит в среду будет опубликован данные по запасам как обычно а и также заявление представить фрс паула да будет сделано в среду а в четверг будет опубликовано изменится числа заявок на пособие по безработице великобритании а именно еще на продолжится также выступлением на пола ну и пятница пресс-конференция банка японии и различные продажи по сша в целом неделе выглядит довольно таки спокойно но теперь давайте посмотрим что происходит на ключевых инструментах как раз в период своего отпуска явно не смотрел практически за рынками но период отпуска лучше от рынков отдыхать я уже давно для себя такой принцип выбираю и считаю что это разумно хотя бы когда-то должны быть каникулы и так по евро доллару евро доллар у нас продолжает двигаться вот в этом диапазоне а верхняя граница 123 нижняя граница 117 в принципе сейчас подходим к нижней границе и с точки зрения того где на становится движение то есть в принципе здесь было бы интересно пробовать подбирать пока мы торгуемся как раз вот в этом диапазоне в этом боковике поэтому вблизи отметки 117 117 10 я для себя тоже буду искать возможности евро доллар купить до затем непосредственно на покупке возможно будет делать это и чуть раньше в принципе сейчас уже ну на прошлой неделе сформировался сигнал то что можно пробовать искать покупки но вероятно будет еще одно движение вниз поэтому здесь пока я подожду по британской валюте также ситуация у нас похоже мы также здесь видим движение в таком боковике нижняя граница здесь находится в отметке 136 80 верхняя граница 142 собственно от нижней границы сейчас пытаемся отскочить как раз мы видели это движение в пятницу давайте посмотрим на часовом таймфрейме активное движение собственно после этого движения здесь уже в принципе можно искать а сигналы на покупку до после того что произошло как раз опять но пока здесь тоже для себя сделок не открывал но на по паре американский доллар канадский доллар здесь пока у нас все еще сохраняется тренд нисходящих это есть попытки как раз начала восходящего тренда ситуация очень похожа на то что мы видели в сентябре двадцатого года но тем не менее пока здесь буду пробовать шортить данную валютную пару с коротким стопом да буду его сразу же перемещать если позиция откроется но для того чтобы если все-таки это но зарождение восходящего тренда у нас американский доллар пойдет на укрепление против канадского доллара то здесь я тоже буду уже переворачиваться в любом случае для себя я поставил поставил здесь отложенный ордер примерно по максимум которому или как раз пятницу если случится эта коррекция стоп меня стоит за максимум которому или 8 июля то вот как раз в эту позицию я бы здесь тоже вошел а по паре американский доллар японская иена июль идет под знаком коррекции на текущий момент да мы смогли обновить локальный максимум который велик 10 марта пока тренд также сохраняется восходящий в принципе здесь тоже видится довольно таки неплохой а сценарий на по подбору потому что тренд у нас сохраняется поэтому здесь я буду искать для себя возможность как раз а данную валютную пару купить но здесь пока нет сигналов как раз на то что она по крайней по моей торговой системе не сигнал на то чтобы искать покупки есть у нас будет закрепление выше максимум который мы видели в пятницу то здесь я для себя тоже отложены ордера поставлю и буду пробовать покупать пару американский доллар японская иена а по австралийцев австралийца смог в июне на пробить область поддержки на 75 75 75 и собственно здесь пока мы видим на попытки начала как раз нисходящего тренда после ухода ниже данного уровня поэтому на покупать здесь покупки здесь выглядеть немного опасными поэтому здесь пока буду за это валютной парой наблюдать а по новозеланду ситуация немного иная здесь все-таки удерживается пока область поддержки который мы видели а в марте двадцать первого года именно с текущих уровней как раз тоже рассматривали свои возможности купить здесь тоже я поставил отложенный ордер а собственно сегодня у нас была одна свеча закрылась выше максимум который были сформированы в пятницу сейчас началась коррекция вот если коррекция дойдет до моего отложенного ордера да где мне стоит buy limit то к этому движению я бы тоже присоединился опять же максимально аккуратно буду сразу же перемещать стоп лосс уже в за точку входа но после закрытия конечно дня поэтому здесь тоже мне пока вот по этой валютной паре также делка вы видится довольно таки интересно а золото на золото после той коррекции который мы видели как раз в июне начало расти оставляла здесь отложенный ордер на тот случай как раз что он цена до него дойдет сработает но в целом сценария реализуется но опять без меня да здесь чуть мы пробили как раз ту область за который я убирал стоп лосс и после этого у нас движение началось восходящее поэтому в любом случае у меня есть акции компании золотодобывающие которые куплены которые также выигрывают от роста непосредственно самого на золото поэтому здесь пока тоже буду смотреть если будет коррекция если мы вновь придем в область 1760 1750 тоже буду пробовать еще раз покупать а индексы но вот как мы видим лето она очень волатильна да никто этого наверное не ожидал а может быть и ожидали но в любом случае мы видим что волатильна да но мы все-таки движемся в достаточно узком диапазоне то есть что под акцию что по другим индексом особенно все коррекции которые происходят их очень быстро откупают поэтому здесь пока пока остаюсь вне рынка собственно здесь мне нет интересных точек входа для того чтобы заходить но в целом мы видим то что чем ниже индекс корректируется тем на собственно игроки все равно приходят на рынок и выбивают его обратно наверх ну ту же самую картину мы фактически видим и по с д 500 который сегодня также торговался уже по локальным максимум до по фьючерсу сомби 500 сейчас немного корректируемся но в целом опять же настрой сохраняется позитивный и рост у нас сохраняется по нефти нефть марки бренд немного корректируется от локальных максимум которые были меня в области 76 в целом сейчас ожидается также решение опек плюс по новым квотам да собственно если мне сохранят на прежнем уровне или вдруг их будет уменьшать то конечно да тогда импульс движения до 80 возможно 82 по а нефти дня мы сможем увидеть но и в целом другие индексы долл джонс также корректироваться на прошлой неделе пока торгуется а ниже максимум которые были сформированы меня как раз мая да я имею ввиду исторических максимум поэтому здесь потенциал для роста также сохраняется ну и меня nasdaq nasdaq последние два месяца как раз отыгрывает те падения которые были а предыдущие опять же торгуемся по историческим максимум на прошлой неделе был показан локальный максимум поэтому здесь для технологичного сектора также все выглядит довольно таки неплохо а также я еще хотел показать как я и обещал то есть все до покупки которые у меня происходят в инвестиционном портфеле о них я тоже рассказываю показываю поэтому сейчас тоже хотел показать еще одну компанию которую я добавил свой инвестиционный портфель и кстати пришла мне эта идея ну точнее я решил ее добавить свой портфель как раз после вебинара с александром элдером то есть это скажем так вот на подобных вебинарах которые мы проводим с фуадом с александром это такой дополнительный ресерч да то есть это была идея александра на то есть он изучал акции этой компании а мне они тоже показались интересными и я решил тоже разбавить свой портфель а взят для себя эту бумагу эта бумага компании зилл компания которая работает в сфере недвижимости они делают приложение где на как раз размещают объекты которые происходят по которым происходит продажа акция на работу компания работы уже довольно таки давно сейчас несколько поменялись показатели насколько помню то есть пару недель назад когда ее добавлял они были гораздо лучше но возможно компания опубликовала данные по убыткам в целом мы видим что на текущий момент у компании растет очень активно растет выручка но пока на прибыль на прибыль они еще не вышли поэтому здесь тоже довольно таки интересная бумагой плюс опять же почему мне стало интересно зайти до зайти в эту бумагу это потому что по ним было довольно таки большая коррекция да сейчас я тоже добавлю на графе как раз эту бумагу до чтобы показать где я ее покупал то есть после коррекции которая была то есть в принципе здесь потенциал для роста остается довольно таки неплохой до порядка 77 процентов если мы придем к тем уровнем который мы видели в феврале 17 года конечно это может случиться не сразу но такие хорошие бумаги мне нравится подбирать после того как как раз происходят коррекции но в целом по моему портфелю сейчас также небольшая коррекция по нему происходит скорректировать компания из индекса dow jones продолжается пока еще на коррекция по высокотехнологичным компаниям да то есть alterx никола али баба также довольно таки сильно скорректировался за последние пару недели но в целом это было пока надо ожидаем то есть это долгосрочный портфель я также продолжаю держать и обязательно также продолжу рассказывать о новых изменениях которые в нем происходят ну а на сегодня это все с вами был Исааков Роман не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопросы как всегда оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся через неделю а именно поговорим о том что происходит на рынке всем спасибо за внимание и до свидания